Вы оцениваете свою работу? Работу оценивает суд, сам ее оценивает, работу свою не могу, процессуальная. Доказательства собирались с большим трудом, потому что все события, которые практически вменены, они носят давностный характер, то есть им доказательства приходилось собирать практически по крупицам, то есть это анализ показаний свидетелей и очевидцев, то есть проведение длительных экспертиз, в том числе по давности. Изыскание вещественных наказательств, и все это приходилось сводить в войну. Во время своего слова Нас подсудимым, Татьяна Денисова, сказала, что Вы нетайно трактовали то, что она говорила, и считали, что Вы записали неверно то, что было сказано. Вы согласны с этими словами? Ну, все, что говорилось свидетелями, потерпевшими и иными участниками судопроизводства, записывалось именно дословно, именно в том контексте, как это было. Никакого искажения информации не допускалось. Ну и еще один вопрос, простите, по поводу одного из фигурантов, господина Булкова. Вот там, Булкова, там сначала он давал одни показания. Вот как Вы можете оценить то, что сначала он Вам сказал, что эти деньги передавал, а потом оказалось, что это был займ. Изначально показания, сведения о займах не сообщалось. То есть все, что им сообщалось, было записировано в протоколе. Соответственно, допросы его неоднократно, и его показания были идентичны. Следующее изменение показаний я каким-либо образом комментировать не могу, потому что не располагают сведения на дачах. Виктор, подчините, пожалуйста, сколько все-таки эпизодов было выявлено по взяткам и на какую-то общую? Было выявлено 4 эпизода получения взятки Юрия Бунисова, был случай при участии в его работе. Общая сумма составила 2,5 рублей. Виктор, скажите, вот мы сейчас уже слушали часть договора, и говорят, что вынесло диктаторский характер, против которого никто не мог пойти в сфере образования в Красного края. Сложно ли было найти свидетелей, людей, уговорить, давать все-таки показания против своего бывшего руководителя? Ну, уговаривать никто никого не уговаривал, то есть свидетелям приснялись обязанности, если они располагаются в сфере образования.